Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аркашенька, милый, прости меня. Аркаш, ты здесь? Аркаш, я же тебе сказал, все кончено. Аркашенька, нет, пожалуйста, ты что? Аркашенька, прости, пожалуйста, что ты приперлась, тупая курица. Иди отсюда! Аркаша, прекрати! Угомонись, угомонись. Ну, что ты творишь? Вернись ты, я прошу тебя. Ну, да. Ты что, не понимаешь, что все кончено? Они меня назначили уже убийцей, никто из вас не хочет мне помочь. Аркаш, иди в дом, прими душ, остынь, и мы с тобой все обсудим. Давай, давай. Да, ну, я… Тамара, вам лучше уехать. Да, хорошо. Я сейчас в такси уйду. Хорошо, да, я поеду. Ну, ты же знаешь, что наш сын не умеет брать. Отсюда и агрессия, и драка эта дурацкая. Что ж такого он увидел у вас там на репетиции, что пожелал этой женщине смерти? Ну да, ты стал так много секретничать по телефону, а ходишь на репетиции, не взяв с собой инструмент, пропах духами женскими. А администратор, как выяснилось, у вас мужчина. Что скажешь? Да, я влюбился. Нам как-то с Лерой предложили играть дуэтом, потом еще раз, еще раз, ну и… А музыка, она знаешь… Музыка, да. Ну что ж, не сказал сразу по-мужски? А я хотел. Только я знал, что я сделаю тебе больно, а я тебя очень уважаю. – Уважаешь? – Да. Многоуважаемая жена. Звучит как-то… Как-то оскорбительно, тебе не кажется? И оставаться с тобой здесь, в общем, под одной крышей, тоже будет странно, ты не находишь. Да-да, конечно, ты права, я… Поживу на даче, пока не холодно. Сейчас соберу вещи, такси вызву. – Прямо сейчас соберешь, да? – Да. А детям что скажешь? Не знаю. Значит так, не пари горячку, сейчас ложись спать. А то сейчас с твоим сбором вещей всех детей наших переводишь. Выспишься, утром соберешься, поешь на дачу, поработаешь, порепетируешь. Заодно и свою прощальную речь, так сказать, придумаешь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Неизвестно откуда взялась. Ее рыбаки сегодня нашли. Они тут каждый день. Вчера ее точно не было. Свидетели? Да он просто невидимка какой-то. У тебя все кругом одни невидимки. Любовь Григорьевна, вот, пожалуйста. Кукин я продолжил по К-3-1 в твою. Почему он именно сегодня эту записку подкинул? А ты не догадываешься. Потому что вчера понял, что мы его вот-вот возьмем. Ты думаешь, что Брюнев? Зачем ему выдавать себя за подражателя серийного убийцы? Да господи, да чтобы отвлечь нас от бытовых мотивов. Почему тогда именно Кукин выбран в качестве образца? Ну, не знаю я. Ну, рассказал ему кто-то. Впечатлился. Да ты же знаешь. Ты сама мне рассказывала. Пап, ты едешь к той тете? Да нет, что ты, сынок. Я просто еду на дачу. поработать, порепетировать. С чемоданом. С чемоданом. С чемоданом. Да, я рассказывал Аркаше об этом к нам. Приходили на работу, опрашивали и по неволе узнал все эти жуткие подробности. Вот. Вот как он выбрал образец для имитации. Простите, это вы к чему? Мало ли кто кому что рассказывал. Послушайте, вы его совсем замордовали. У человека паника уже. А чего ему паниковать, если он не виновен? Я не знаю. Человек такой. Импульсивный, мнительный. Вы знаете, он же светлая голова. На курсе был лучшим учеником. А теперь поплыл. В каком смысле поплыл? Я не знаю, как это мыслит. Нерационально. Предлагает всякий вздор. И что за вздор? Неважно. Что, алиби просил себя обеспечить? Вы удивительно проницательны. А вы, стало быть, отказали другу, да? Похвальное здравомыслие. Послушайте, я, я очень хочу ему помочь. Я верю в его невиновность. Но это не способ. А что способ? Не знаю. А вот вчера вечером перед калиткой он устроил истерику, а как только все отвлеклись, внезапно успокоился. Он хорошо умеет притворяться? Вы что, следите за ним? Да, простите. Это не мое дело. А, да, насчет притворяться. Вы знаете, в студенческом театре он был звездой. Слушайте, вы меня, мне кажется, совсем запутали. Получается, как все против него. О, вы знаете, перед тем, как я уехал, мне показалось, что он хотел рассказать что-то, но передумал. И мы договорились встретиться сегодня днем. Ну, вы готовы поехать? Наш гость приехал. Но Брюнев у меня открывает. Аркаша! Ох, ты молодец какой. Через забор полез. Вмешаться? Да нет, пока ждем. Ждем. Да, я вас слушаю. Знаете, мне кажется, тут что-то не так. Он на звонки не отвечает. На оборотах замок пришло через забор лезть, дверь в дом заперта, а машина на месте. Мне кажется, вам нужно срочно приехать. Вас ждут наверху. Угу. Вот нашли обрезки газет. О, видишь, что и требовалось доказать. Ну, экспертизу, конечно, проведем, но и так понятно, кто записку изготовил. Спасибо. Гляньте, что забыл. Естественно. Знал, что вычислим по нему. Слушай, я прошу тебя, поищи паспорт, его документы, какие-нибудь деньги. Ну, хотя я думаю, что он с концами. Ну, что ж, если ваш друг свяжется с вами, обязательно позвоните мне. Да, конечно. Я могу идти? Разумеется, вы можете идти. Подождите секундочку. Простите, пожалуйста, вы не подскажете, какие подробности вы рассказывали Аркадию про убийство своей коллеги? Какие нам полиция рассказывала, такие я Аркадию и передал. Что убийца сначала воспользовался электрошокером, а потом задушил девушку галстуком, вот и все. А оперативники не говорили какой-то галстук? Какой-то известный бренд или просто подделка? Нет. Ничего подобного они не говорили, соответственно, с Аркадием я это не обсуждал. А к чему эти вопросы? Успокойтесь, пожалуйста. Да, простите. Ну, просто у меня друг пропал. А вы спрашиваете, извините, черт знает что. Я могу наконец-то… Да-да-да, конечно. Вы свободны. Спасибо. Ну, и что это за бред насчет галстуков? Ты понимаешь, все три жертвы Кукина были задушены галстуком, который эксперт описывает, как подделку известных брендов. Откуда такие познания? Я изучила дело Кукина подробнейшим образом. Да? А четвертая жертва тоже задушена подделкой. Но подражатель же не мог этого знать? Да нет, никакого подражателя. Ты понимаешь, просто Бринев решил извести свою жену, вот и все. И пускал нас по ложному следу. Пойдем, подышим воздухом. Чего ты прицепился к этим галстуком? Хочешь казаться умней всех? Никита, все. Слушай, я посмотрел весь гардероб Бринева. Все дорогие фирменные вещи. А галстук, получается, он приобрел специально для убийства. Понимаешь? И не просто дешевый, а реплику какой-то известной фирмы. Совпадение? А часы эти, якобы подаренные, что тоже совпадение? А что удивительного, сейчас весь мир такой, сейчас все подделывают, понимаешь? И вещи, и деньги, даже чувства поддельные. Да. Люба, я тебе уверяю, нам нужно искать этого беглого вдовца. И поверь, есть люди, которые этим займутся. А ты лучше побудь с семьей. Ты давно не видела детей, у тебя вон муж на других заглядывается. Да и не только заглядывается. Откуда ты знаешь? В точку попал. Люба, подожди. Ну, мне просто любопытно стало, чем твой муженек занимается. И вот, что я нашел в интернете. Ну, спасибо. Спасибо. А ты, значит, знаешь и терпишь? Не терпел, Никита. Провела уже с ним дружественную беседу. И что, он дал признательные показания, а меры пресечения? Хватит ерничать. Хорошо. Извини. На дачу пока отправила. Там видно будет. Ясно? Ой, ну не знаю, что получится. Давненько не пекла. Чистосердечное признание? Засчитано. Я тоже хочу чистосердечное. Я знала, что папа с другой тетей. Я должен был сразу сказать. Мой сыночек. Мой хороший. Мам, мы теперь все в муке. Да и ладно. Будем в муке. Настюш, пожалуйста, сегодня посиди с Егором. Мам, не волнуйся. Я все сделаю. И уборку, и посуду помою. А то мы из-за этого нервяка про него совсем забыли. Точно. Посуда. Мам, ты что? Леньков, это я. Слушай, мне нужно срочно попасть в кабинет Брюневой. И понятых всех найти. Понял? Да, все именно так, как я вам и рассказала. Да. Чашку с утра убрала со стола. А часто после работы хозяйка посуду на столе оставляла? Вообще такого не припомню. Либо она просила, чтоб кто-то пришел и забрал, либо иногда сама даже уносила. Угу. Ясно. Вы свободны. Могу идти, что ли? Спасибо. И что это значит? Она куда-то заторопилась. Ее явно куда-то вызвали. Надо последние звонки проверить. Я же все проверял. Ты проверял постоянные контакты. А надо проверить последние звонки. Задача ясна? Так точно. Ясна. Выполняй. Проходи. Ничего себе. Здорово. Слушай, а… Подожди, подожди, Сева. А твои соседи жене не сообщат, а? Хотя нет, нет, стой. Мы же, если что, мы репетируем с тобой, да? Мы можем делать все, что угодно. Я Любе все рассказал. В смысле, что ты ей рассказал? Все. Я рассказал ей, а она с тобой. Зачем? Как зачем? Я… Я просто не могу обманывать. Сева, тебя что, из дома выгнали? Нет, меня никто не выгонял. Я сам ушел. Я сам принял это решение. Но я… Но я не собиралась разрушать твою семью. И свою собственную я тоже создавать не намерена. Ты вообще у меня спросил? Лера, ну что ты? Что, Лера? Что, Лера? У нас были такие хорошие, светлые, высокие отношения. А ты все испортил! Лера! Вызови мне такси. Эксперты подтвердили, что обрезки газет соответствуют материалу, из которого изготовлены буквы в записке, что и требовалось доказать. А вот это номера телефонов, с которыми Бринева говорила перед выходом с работы. И последний номер телефона принадлежит женщине полтора года, как усопшей. Кроме того, это не просто женщина. Это бабушка. Второй жертвой Кукина. Веры Сергеевны Игнатовой. Вот это поворот. Понимаешь, в материалах дела очень хорошо проработана связь Кукина с первой и третьей жертвой. А со второй жертвой как его связали? Ты сама читала материалы. Ну там одинаковый почерк, галстуки однотипные. Ну, у него пуговицу от кофты убитой нашли в машине. Тебе что, мало что ли? Пуговицу можно подкинуть. То есть, ты хочешь сказать, что это не Кукин убивал, да, вторую жертву? Ты слышишь, что я тебе говорю? Что с первой и третьей жертвой Кукина хоть что-то связывало. Какие-то личные отношения, понимаешь? Какой это личный мотив? А с Игнатовой что? Ну, может, не личный мотив. Может, ему просто цвет волос не понравился. Может, узор на колготках не понравился. Кукин вообще в несознанку пошел. Он не признался ни в одном убийстве. А если вообще убивал не он? Здравствуйте, приехали. А видео с камер наружного наблюдения в магазине? Ведь он же прямо под камеру машину поставил, когда за третьей жертвой приехал. На том и погорел. А галстуки в его машине, Люба! Внимательнее надо изучать матчасть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слушай, я насчет этой записи. Тебя мне ничего не смутило? А зачем Кукин припарковался прямо под камерой? Не заметить ее невозможно. Да, да, я читала. То есть ты все валишь на его объединение. Поэтому прям под камеру встал, поэтому девушка к нему сразу в машину не села. Слушай, Никит, а тебе не кажется, что он слишком аккуратно все это проделал для пьяного? Ни одного отпечатка. Нет, я не считаю, что это пустая трата времени. Никит, послушай. Валентина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Простите, можно с вами поговорить? А что властям еще от меня нужно? Надо побеседовать с вами. Может, это как-то поможет вашему сыну? И чем ему теперь поможешь? Я же вашим все рассказала. Да без толку. Улики говорят против него. Эти как их? Неопровержимые, да? Неопровержимые, да. Вот именно. Да он не мог этого сделать. Не мог. Но ведь ваш сын сидел уже за убийство. Да это же совсем другое дело. Он девчонку свою защищал. Он в драке. Случайно. Он же просто кулаком ударил. Да он вообще не дрался. Почти. Ну, чтоб женщину задушить. Трех. Но он ведь долго встречался с этой девочкой, с официанткой, с Вероникой Нечаевой. Долго. Даже жениться собирались. Я-то так радовалась, так радовалась. Так за что ж ему тогда было ее убивать? Так и остальных вроде не за что. Как вы думаете, у него были враги? Кто-то мог его подставить? Да я все время про это думаю. Ведь все как специально. И машина его, и галстуки эти проклятые. Да не было у него врагов. Не было. Он людям ремонты делал. Люди довольны были. Другим советовали. Он же в тот вечер, он мужика этого встретил, своего бывшего клиента. И тот ему рассказал, что Юрину заказчицу задушили. А Юра до этого так волновался, куда женщина пропала. Вот они и напились потом. А он вообще не пьющий. А тот пришел, он на ногах не стоит. А Юра один приехал? Да. А почему они так расчувствовались? Да потому что мужик этот Юру сам и посоветовал этой женщине. Ну не знаю, наверное, в каких-то отношениях был с ней. Знал ее хорошо. Переживал очень. А вам не известны какие-то подробности? Нет. Скажите, а Юра наверняка записывал телефоны своих клиентов в какую-то записную книжку? А как же? У него книжка была специальная. Вы не покажете мне? Хорошо. Всегда тут лежала. Где? Где там? Не могу найти. Тут или в сумке. Сумку-то изъяли. Ну, наверное, там. Валентина Сергеевна, вы указали в деле, что Юрий лег спать, а вы ушли смотреть телевизор. Да, так и было. Шоу начиналось про счастливые пары. Все думала, что у них также с Вероникой будет. А ее тем самым вечером… Да. А подтвердить, что Юрий не выходил из дома, вы не смогли. Да он же на ногах не стоял. Я зашла к нему, когда шоу закончилось. Он лежал, спал, не раздевшись, в одном ботинке. Девушка, все случилось? Все в порядке. Может, врача? Это еще слава Богу, что обошлось. Но ты понимаешь, это как знак свыше. Вот не слушаешь ты меня. Гнешь свою линию. Зачем ты к матери Кукина поехала, а? Что она тебе нового скажет, только будет причитать по поводу невиновности своего сына? У Кукина было алиби, которое ты почему-то проигнорировал. Какое алиби? Какое? Показание матери, что ли? А ты бы не стала выгораживать своего ребенка? Да и нет там никакого алиби. Понимаешь, за то время, пока она смотрела телевизор, он уже мог уехать, убить и вернуться. То есть ты хочешь сказать, что он пьяный, приехал домой, да? Потом потихоньку выбрался, добрался до города, сел в свою машину, встретился со своей девушкой, убил ее и вернулся домой на автобусе, лег в ту же позу в одном ботинке, как он лежал до этого, да? И все это за эти два часа, которые идет это несчастное шоу. Ты вообще расписание автобусов этих видел? Там автобусы ходят раз в полчаса, а до города ехать сорок минут. Такси вызвал, на попутки доехал. Теоретически это возможно? Значит, этого достаточно, чтобы найденные вещдоки превратились в неопровержимые доказательства. А ты знаешь, что в отличие от вещдоков, записную книжку, изъятую у него в сумке, не нашли? И дома, кстати, ее тоже нет. А в записной книжке, кстати, вся его, между прочим, клиентская база. И в тот день он встречался и выпивал с мужиком, который тоже являлся его клиентом. А тебе не приходило в голову, что этот мужик, может быть, эту записную книжку у него истощил, вместе с телефоном, с которого после он отправил смс-ку девушке Кукина? Почему смс-ку? Потому что голос, голос не тот. Поэтому она и в машину к нему сесть боялась. Кукин никого не убивал, он не убийца, понимаешь? Он простой работяга, зачем ему все эти манерные, эти дурацкие убийства с этими идиотскими галстуками? Его просто подставили, а ты купился на это и посадил невиновного человека. Ты че несешь, а? Любой следователь на моем месте не пренебрег бы такими доказательствами. Ты что, хочешь сказать, что я еще и улики сфабриковал? Нет, не сфабриковал. Ты просто закрыл глаза, понимаешь? Закрыл глаза на то, что происходит в реальности. Поэтому ты на место преступления примчался, услышав об аналогичном убийстве. Чуть с журналистами не подрал. Да почему нужно было так изощренно подставлять простого работягу? Да потому что проще всего это было свалить на Кукина, потому что он уже совершил одно убийство. Сделай запрос в колонию, чтобы он дал показания, чтобы узнать, с кем он выпивал в тот вечер. Ты понимаешь, если узнают, что я ошибся, то меня… Ну, ты понимаешь. А что по-твоему лучше? Чтобы невиновный человек всю жизнь в тюрьме сидел? ТЕЛЬКИ 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 Да, что-то случилось? Ничего. Я просто хотел спросить, как дети. Нашёл, конечно, самое лучшее время. Дети спят, а сам днём позвонить спросить, нет? Не знаю, что им сказать. Ну да. У нас всё отлично. А у тебя? И у меня отлично. Ну, прекрасно. Спокойной ночи. Это папа звонил? Ты почему не спишь? Мам, ты что? Мам. Ничего. Я никогда не видела, чтоб ты… Доченька. Я тоже иногда плачу. Когда никто не видит. А ты папу не простишь? Да он как-то особо не просит прощения. Тебе его совсем не жаль? А почему ты вышла за него? Не знаю. Влюбилась, наверное. Ну, как тебе объяснить? Знаешь, я на работе всегда вижу, ну, как бы тёмную сторону человека. А твой папа, он совсем другой. Он пропадёт без тебя. Не бойся, не пропадёт. Да. А можем как-то завтра поговорить? Никит, в чём такая срочность? Привет. Люба, скажи, машина у тебя до поломки нормально себя вела? В смысле? А перед самой аварией был хлопок. Так? Эксперты посмотрели и сказали, что поломка, скорее всего, носила рукотворный характер. То есть, ты хочешь сказать, что меня хотели убить? Да. Поэтому собирай детей и поехали ко мне. Тебе опасно здесь оставаться. Никит, спасибо тебе огромное, но мне кажется, что вам сейчас это лишнее. Я должна вести себя так, как будто ничего не случилось. Ты с ума сошла? Ты хочешь быть приманкой, что ли? Ты, ты понимаешь, что это опасно? Послушай, ну, очень осторожно. Он не будет так просто нападать. Сейчас всё, что от тебя требуется, это обеспечит безопасность мне и моей семье. Ему, Женьку твоему? Разумеется, Никит. Люба, ты не перестаешь меня удивлять. Давай, пожалуйста, придумаем какую-то фразу, какой-то сигнал, если я вдруг почувствую опасность. Давай. Давай ты мне позвонишь и скажешь, я тебя люблю. Я сейчас не дашу-то, правда. Ладно, хорошо. Тогда позвонишь и скажешь, ну, что ты устала. Но учти, если нужно будет спасать твоего муженька, то предыдущий пароль обязателен. Я могу идти? Хорошо, до завтра. Стой. Скорее всего, он следит за нами даже сейчас. Поэтому в целях конспирации… Пожалуйста. Пожалуйста. Да. Наша рубрика «Крутой мент в юбке» набирает обороты. И неудивительно, какая насыщенная жизнь у этой женщины. Вчера, например, она чуть не погибла в ДТП. Наверняка ради поиска таинственного убийцы. Мы верим в то, что она поймает его. И обретенная у нас популярность ей в этом только поможет. Обретенная популярность? Я ведь дал указание прекратить это безобразие. Виновата, не успела. Интересно, чем были заняты? Доложите о результатах. Разрешите, пожалуйста, еще раз посмотреть запись. У вас что? Звездная болезнь началась? Вылечим. Это очень важно. Ну, что ты там увидела-то? Кажется, машина Бремева. Сева? Мама. Мама. Ты что? К нам кто-то заходил? Нет. Что случилось? А где Егор? Спит. Откуда ты здесь? Ты не знаешь? Не знаю. Все хорошо, доченька. Иди спать. Все хорошо, доченька. Иди спать. Да. Привет, Никита. Я что-то устала. Мне надо отдохнуть. Устала? Ну что ж, бывает. Возьми отгул. Завтра можешь не приходить. Нет. Подожди. Что-то еще? Нет, это не важно. Люба, все, что касается тебя, для меня важно. Я знаю. Я тоже. Что тоже? Я тоже люблю тебя. Сева. Я сегодня ехала мимо нашего кафе. Ну, там, где ты в первый раз сказал. Потом поймала машину и переехала. Ну и напрасно ты это сделала. Сева. Я просто хочу, чтобы наше прощание, оно было красивым. Лер, пожалуйста, не надо. Сева, ну я ехала сюда одна. Ночью. Милый. Севушка. Лера, не надо. Я тебя прошу. Лера, не надо. Не надо. Сева. Сева, там кто-то есть. Я пойду посмотрю. Любовь Григорьевна. Любовь Григорьевна. Да. Микрофон и фокамера не обнаружено. Точно? Да. Ясно. Спасибо. До свидания. До свидания. Люба, подожди. Как ты? Побудь с детьми. Конечно. Привет. Нам туда. Ну что, камеру-то не нашли. Не нашли. Может, ты пошутила, а? А что, участие СОБРа, в общем-то, хороший способ вернуть своего мужа. Я думаю, что его девушка тоже это оценила. Где твоя обещанная охрана? Как он вообще зашел? Детей ведут от школы. Тебя с работы. Я лично. Кто мог подумать, что он в квартиру полезет? У него совсем крышу снесло. Давай ставим лирику. Что с запросом в колонию? От Кукина мы показаний не дождемся. Каким-то образом узнал, что у него появился подражатель и полез в петлю. Сейчас находится в искусственной коме. Ясно. Придется самим. Значит так. Все его жертвы – успешная женщина. Девушка Кукина не в счет. Кто же он? Кто, кто? Аркадий Брюнев. Кто же еще? Смотрите, что нашел. А? Как тебе сюрприз? Есть свидетель. Говорит, что машина тут двое суток стоит. Я правильно понимаю вас, товарищ майор? Вы полагаете, что Брюнев совершил и первую серию убийств? Так точно. Ну, а с Кукиным произошла ошибка. Ошибка? Кукин отбывает пожизненная. Я по-прежнему считаю, что Брюнев не виновен, что его просто подставляют. Кто? Пока не понятно. Свидетель дал показания, что машина Брюнева простояла возле моего дома двое суток. То есть, получается, что Брюнев бросил там машину, потом вернулся, чтобы залезть ко мне в квартиру. Как-то нелогично. Я думаю, что убийца подкидывает нам очередные улики против Брюнева. Держи. Спасибо. Давай. Простите, я не смогу выполнить вашу просьбу. Это противоречит принципам блога. Политика невмешательств. Думайте, как хотите. В любом случае, спасибо, что пригласили меня сюда, а не к себе в кабинет. Следующие жертвы намечены я. Мне кажется, это отличный сюжет для вас. Оперативная съемка. Все эксклюзивно. Ну, если вы, конечно, согласитесь мне помочь. Давайте попробуем. Я хочу воспользоваться своей популярностью и напрямую обратиться к Аркадию Ильичу Брюневу. Я уверена, что убивали не вы. Но доказать это смогу только, если вы сдадитесь. И своими показаниями поможете нам найти настоящего убийцу. Это был крутой поступок. Крутого мента в юбке. Но, увы, начальство прореагировало первым. И нашу героиню отстранили от дела. Увы, друзья мои, инициатива в нашем мире наказуема, а убийства нет. Вы понимаете, чем это может для вас закончиться? Так точно. О, Люба. Люба, постой. Номер, с которого выманили Брюнева, активирован. В какой-то промзоне с него отправили смс. Знаешь кому? Думаю, знаю. Извини. Да, Эдуард Васильевич, здравствуйте. Есть какие-то новости? Я ничего не понимаю. Почему не позвонил? Почему смс? Я пытался ему тут же перезвонить, но номер был уже не активен. Он опасается за свою жизнь и готов сдаться только лишь, что вам. Что это значит? Это значит, что его пытаются выставить убийцей. И Аркадий это осознает. Держите. Кто пытается? Не знаю. Кто-то из моих коллег. И что, потом в суде все не распалось? В общем, брать Брюнева живым не выгодно. И поэтому я никому не сообщала о нашей с вами встрече. Но как нам его найти? Я знаю, где Аркаша. Может скрываться. Вы знаете. И нам не сообщили об этом? Я тоже понимал, что на Аркашу переводят все стрелки. И ваш коллега особо это не скрывал. И на ваш счет я… Я сомневался, простите. Вы готовы поехать? Прямо сейчас? Да. Пойдемте. Я знаю, почему вы получили именно СМС. Почему? Потому что мертвый не может позвонить. Но женщин успешно поненавидеть. Это понятно. А друга-то каково было убивать? Тяжело было. Очень. Шокер на торпеду. Быстро. Все равно не выстрелишь. Не сможешь. Стоять! Стрелять буду! О, здрасте. Не двигаться! Пошел! Много их стало. Тварей. Якобы успешных. На самом деле-то не успех. Просто пользуется мужчинами, чтобы ползти наверх. Вверх! Она пришла к нам в отдел, такая совсем зеленая. Ничего, я ее всему научил. Вдруг бац! Она мой начальник. В конторе, которая занимается обеспечением охраны объектов, баба, начальник отдела. Это вы про Эльвиру Луцкую, вашу первую жертву. Ну и что толкнуло вас ее убить? А вот как раз отмечали ее назначение, но она, видимо, перебрала. Ну и подходит ко мне такая вся эротичная и так на ушку шепчет. Твои галстуки. Такая же жалкая подделка, как и ты сам. И расхохоталась мне прямо в лицо. Мне захотелось прямо там, да. Ну и я, я сдержался, я взял себя в руки, все рассчитал, все продумал. И? И вспомнили про Кукина, которого сами же ей порекомендовали. Он с вами откровенничал, поэтому вы знали и про отсидку, и про его девушку. А заодно Игнатова решили убить. Она ведь тоже вас не оценила. Скрывала от всех вашу связь с ней. А потом еще и бросил. Много их, тварь неблагодарных. А телефон-то у бабки прибрал. Заранее готовился. Я на автомате взял, что-то в голове щелкнул, возьми, пригодится. Ну, тогда первый раз не пригодилось. И так все, срослось. А я уволился с работы и на год затих. И так и думал, думал, все. А потом Аркадьша стал про свою жену гундить и гундит, и гундит, 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 гундит. Как он ее боялся. Боже мой. Как он ее боялся. А избавиться кишка от анка пришлось помочь другу. Да и тянуло меня. Тянуло. Повторить. Ох, как тянуло. И подговорили ее, это телефонный разговор подстроить. Чтобы Аркадий Речи услышал. Браво. Браво. Мои аплодисменты. Да, 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 да. Она же его, слушайте, она его ревновала. Да, когда Билану ревновала. А ей это, я ей нашептал, подговорил. Это же я с ней по телефону разговаривал. А никакая не подруга. Нет, это я. И действие ее координировал, чтобы Аркаша поверил, что может быть. И Аркаша поверил. А потом, кстати, вот с этого номера Бабкиного позвонил. Мол, трука моя села, а дело срочное. Я тут рядом в машине сижу с товарищем, он какие-то эксклюзивные серьги вот предлагает. Прибежала. Ты Бринева зачем убил? Догадался он. Светлая голова у него была. Я его когда в душ отправил, он вспомнил, что тогда перед опознанием, я его тоже в душ провалил, а сам Мандин остался. Ну, у него пазл сложился, ну и пришлось его. Я ему потом улики эти, газетки подбросил и ночью в багажнике вывез. А галстуки-то зачем? А я после той насмешки носить их не могу. А вот душить? С удовольствием. Ты, когда про эти подилки-то догадалась, я испугался. Я понял, что ты, что ты напала на след. Что ты не отцепишься. Как я тебя хотел убить. Как я тебя хотел убить. Я же все рассчитал. Как ты меня обыграла? Как? Сидеть! Тоже сложился пазл. Внутро твое почувствовала. Темная сторона. Разрешите идти? Идите. Какая еще темная сторона? Пап. Ау. Тебе правда нравится? Фигня же полная. Почему? Любопытная музыка. Это, кстати, что за стиль, а? Вот видишь, научился двери закрывать. Встал на путь исправления. Ну, что ж. Поглядим. Мам, садись. Садись. Кубepинка. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok